Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение, я Евгений Монархович. Мы в физкультурно-оздоровительном центре Полесь-Арена, где уже второй раз за эту неделю Жемчужина Полесья проводит матч в рамках тура чемпионат страны Высшей Лиги группа А. 20 января физкультурно-оздоровительный центр Полесь-Арена снова принимал матч чемпионат страны Высшей Лиги. И на сей раз один из лидеров чемпионата Гродненский коммунальник пожаловал в гости к Жемчужине Полесье. В этом году Гродненчанке уступили только единожды. Не так давно Брискому прибужу, и если брать потеряные очки, то именно коммунальник Горгу имеет лучшие показатели в лиге. Лидеры команды опытной волейболистки 1987 года рождения Анна Жаафра, Анастасия Миклашевич, кстати, игравшей главной роли и в Жемчужине Полесье в свое время. Результативно нападающая Елизавета Качан, Ульяна Абрамович, молодая. 2007 года рождения Надежда Гродненского волейбола Валерия Грецкая, российская блокирующая Владислава Костина и отличная либера Виктория Костючек, мастер спорта Республики Беларусь. Кстати, это звание Вика заслужило по итогам выступления на молодежном европейском первенстве, где белорусская команда заняла третье место, и там еще одна либера была и наша Диана, тогда Васьковская, сейчас Миткевич. Один из двух наряду с Ольгой Лазицкой, мастером спорта в Жемчужине Полесье, которая начала матч с коммунальником Горгу, здорово. Ничуть не смущаясь статус оппонента, команда Мозорского нефтепрорабатывающего завода вела игру и к первой результативной отметке стартового сета, табло констатировало двукратное преимущество хозяек тура 8-4. Вот сей момент, когда Настя Павлюк с передачи своего капитана Натальи Гончаровой зарабатывает восьмое очко для своей команды. Да, стоит отметить, что из-за болезни Нина Галлах не могла полноценно принимать участие в встрече, и хоть заменившая ее Настя Дордаль очень старалась. Заработала, между прочим, три очка, но бывали и ошибки у этой талантливой, но еще совсем неопытной на профессиональном уровне воспитанницы с джишор Жемчужной Полесье девушке 2008 года рождения. Наша команда по-прежнему старалась следовать победному курсу, но и гости, имея разноплановые тренерские штабы, верно определяли характер наших атакующих действий и особенностей обороны. Вот пример. Результативная атака 19-летней российской нападающей Владиславы Костиной. Здесь прямо с подачи гостей добиваются успеха. А в данном случае блок Екатерина Качан остановил Ольгу Лозицкую. И хоть Ольга Андреевна вскоре взяла реванш у соперниц и отлично отыгравшись от блока, принесла своей команде результативное очко, тут же следовала наша собственная ошибка. Правда и соперник отвечал так же. После своих нечетких действий у сетки они снова стали отстающими. Градничанки 11-10 в нашу жемчужную пользу. Но далее Костина сравнивает счет. А тут она же своей замысловатой подачей выводит вперед коммунальник, который уже до конца партии не упускал преимущества в счете. Вообще тот отрезок был для Влады просто блестящий, ведь и следующая подача попадала под категорию эйс. И вот вместо Кати Чиковских, которая немножко растерялась на приеме, в игру вступила Яна Галлах, которая испытывала сильнейшее недомогание. Но характер этой девушки не позволил оставить родную дружину в трудную минуту. И пусть и Нина не могла играть в свой лучший волейбол из-за высокой температуры накануне и ее последствий, свое слово она сказала уже в следующем розыгрыше, хорошо приняв подачу соперник, что в итоге привело к балу насчет жемчужины Полесия. Ну и конечно стоит отметить главную пасующую грудненского волейбола Анну Жаафар, которая не глядя на свои 35 лет все так же, как и в прошлой сезоне, тонко чувствует атакующий оркестр своей команды, являясь ее замечательным дирижером. Вот как пример оригинальное решение Анны и Елизавета Качан забивает мяч. Не всегда, правда, шестой номер команды гостей действовал точно, и был момент, когда жемчужина Полесия могла, как это говорят на сленге, передавить оппонента. Счет тогда был 17-18, оставалось совсем немного, совсем чуть-чуть, но тогда еще на 35-летние нападающие грудны и так же, как и Анна Жаафар, лидер жемчужины Полесия минувших лет Анастасия Миклашевич, восхитила публику своим хлестким ударом. После этой атаки Ульяна Абрамова еще стал 17-21, показалось, что в этой партии все решено, но к чести нашей команды у ее хватило силы воли на еще один рывок. Конечно, здесь сказал свое веское слово и тайм-аут, после которого Ольга Лазицкая сократила разницу в счете. Потом, правда, статус-кво было восстановлено, но далее хорошо Ольга играет на завершающей стадии. Ошибка в атаке и есть 20-22, появился шанс. Тем паче, что нервы у гостей начали сдавать. Рефери матча был вынужден даже показать предупреждение. И все шло к тому, что забей следующий мяч наша команда, партию можно было спасти, что характерно для этого была отличная возможность. После отыгрыша гостей Яна Комарова отыграла, в свою очередь, Наташей Гончаровой. И казалось, вот он, успех, но аут, промах. И это был ключевой момент первой партии, 20-23. Вновь тайм-аут, после ошибки на подаче Лизы Качан, но тоже мчужное очко, осталось последним в партии. Далее успех поразновали исключительно волейболистки коммунальника Горгу. Ульяна Абрамович, 21-24. И атака Настя Дордаль, встретившая непреодолимый блок Валерии Грецкой и помогавшая ей Анастасия Миклашевич, 21-25 в партии, 0-1 в матче. В перерыве, как всегда, розыгрыши от «Жемчужной Полесье». И примечательно, что призы достались доктору нашей команды и одной из самых преданных болельщиц Мозорской волейбольной дружины. Очень сильно мне нравится волейбол. Я уже здесь третий раз. Я с детства очень сильно его люблю, но, наверное, ростом не вышло. Поэтому никак. Пусть у Юлии Анатольевны не сложилась карьера игрока, зато как болельщица эта леди украшает собой трибуны физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена». Команда «Жемчужина Полесье» очень сильная команда. Мы очень сильно болеем за нее. Она прям мощь, сила, энергия. Мощь, сила, энергия действительно были на площадке в тот вечер. И словно в подтверждении вышесказанного подопечным Петра Владимировича Прохимчика, снова захватывают инициативу в партии. Первыми достигнув стартовой результате на отметке 8-7. Хотя случилось это не сразу. Самый старт был за гостями. И наши тренеры решились на замену пасующей. Катя Ротнова вышла на площадку и, сразу скажем, ее игра, так же, как и в прошлом матче с «Менчанкой-2», была очень и очень пристойной. И хотя тогда счет стал даже 1-5, наши тренеры верили в игроков. Игроки старались оправдать ожидания. Пусть для пущей убедительности понадобился тайм-аут. Далее «Жемчужина Полесье» показала себя во всей красе. Все сметающее на своем пути атакующий удар Ольги Лозицкой. Еще один ее атакующий успех после хорошей передачи Кате Ротновой. Отыгрыш от блока Кати Чеховских, набравшей в той игре 7 очков. Хорошо сыграла Екатерина, когда Анна Жафра пыталась провести свою фирменную скидку. Ну а после Енина Галлах блестяще завершила атаку своей команды. Итак, счет стал 8-7. К сожалению, следующий рубеж набранных очков остался с нашим соперником – 14-16. На наши успешные действия, в частности Анастасия Павлюк, на ее счету в этой встрече 6 баллов, соперницы отвечали своими эффектными атаками. В данном случае Ульяна Абрамовича. На наш тройной блок, который все чаще видим в исполнении «Жемчужной полеси», и вот такие нетривиальные действия, как скидка Екатерина Ротновой, волейболистки коммунальника давали ответ своими хитроумными действиями. Плюс снова, в ответственные минуты Яна Комурова не сумела завершить атаку точно. А в следующем розыгрыше наша нападающая допустила проводку мяча, и есть вышеупомянутые 14-16, после чего наши наставники взяли тайм-аут. Но и дальше гости сумели оставить за собой розыгрыш. Вновь вернулась на площадку Наташа Гончарова. И вот красивая атака с ее участием Ольга Лозицкая отлично завершила комбинацию, отметим и Яну Комарову, которая выполняла на сей раз отвлекающие функции. Отличные действия в защите Екатерины Христенко, которая в роль Либера чередовалась с Дианой Миткевич. Здесь Яна Комарова наконец-то забивает, как и положено, после чего отправляется на подачу, но следует замена. Лея Захаркевич входит в игру, чтобы продемонстрировать свое самое грозное оружие, но на сей раз соперницы справились, а их последующая контратака показала, что если подача у нашей «Жемчужинки» на высоком уровне, то над обороной и воспитанницей с дюшер «Жемчужнополесья» девочке 2008 года рождения еще надо поработать. Тогда счет стал 17-21, но уже следующая атака – успех Екатерины Чеховских, как надежда, 18-21. Следующий розыгрыш и хорошая атака из центральной зоны Валерии Грецкой, 18-22. Затем в результате длительного розыгрыша вторая пасущая коммунальника Юлия Барташевич создает Владе Костиной великолепную возможность для результативного удара, чем-то и пользуется 18-23. Затем Улия Абрамович зарабатывает для своей команды сетбол, один из которых наша дружина отыгрывает по стрессам ошибки грецкой нападачи. Но любезностью на любезность отвечает Катя Чеховских. Итог второй партии матча 19-25-02 во все встречи. Во втором перерыве снова розыгрыш, и приятно, что на сей раз одним из победителей стал продолжатель целой спортивной династии, внук одного из главных волейбольных энтузиастов столицы Полесья, Григория Степановича Преченко, который оценил игру любимой командой в тот вечер. Я всегда говорил, можно по-разному проиграть. Биться до конца называется, чтобы была красивая игра, чтобы болельщики не сожалели, что приходят. И можно безбольно проиграть. Сейчас преобразилась игра «Жемчужины». Почему мы с внуком обязательно решили посетить эту замечательную игру. Нам нравится. Я желаю нашей команде успехов и удачи в этой игре. И раз получил подарок. Кстати, второй приз в тот перерыв получил брат нашего знаменитого футбольного вратаря Михаила Барановского Сергей и его сынишка Кирилл. Кстати, воспитанник футбольного клуба «Славия Мозрит» с большим интересом изучал календарь нашей волейбольной команды. Команда, кстати, впервые в матче второй пришла к стартовой результате на отметке в партии 5-8. Здорово в те минуты смотрелся коммунальник. Ну и наши волейболистки, бывало, сами помогали сопернику своими неточными действиями. Вот после этого удара в аут нашей ведущей нападающей счет стал 5-8. Ну а к следующей игровой отметке он также, как и в первых двух партиях, был 14-16, что занятно. Третья результативная отметка во всех трех партиях тоже была зеркальная. 17-21. Удивительная постоянность. Вообще в третьей партии было на что посмотреть. Это и так, как Ати Чиховских, которая все увереннее себя чувствует на падении. И удары Анастасии Миклашевич, причем не только с краю площадки. Очень хороший матч провела эта замечательная нападающая. Подача эйс удалась капитану Жемчужной Полесье, пасущей Наташей Гончаровой. Ну и Настя Дордаль подтверждала прогнозы специалистов, пророчащих этой замечательной девушке славную спортивную карьеру. Отметим одну из ярких атак Кати Чиховских. Блок Яна Комаровой и Настя Дордаль самой Анастасии Миклашевич. Реванш Горденчанке, правда, здесь рядом с Комаровой была уже Наташа Гончарова. Очередной тайм-аут столь важный для тренеров обеих команд. И новый образчик игры в нападении одной из самых эффектных представительниц отечественного волейбола Анастасии Миклашевич. Вообще наша команда старалась, сбилась до последнего на протяжении всей встречи, чего раньше не замечалось в матче с лидерами чемпионата. И вот подача Лии Захаркевич, после которой соперник, не смог провести точную атаку. Комбинация будущего. Христенко, Ротного, Дордаль. Подача эйс Яны Комаровой. Блок Кати Ротновой и тогда счет стал 20-22. Еще не все потеряно в партии, в матче. Далее наш очередной успешный розыгрыш и Ольга Лазицкая. Его завершает, набирая своих 16 очков в матче. 21-22. Разница в счете сократилась до минимума. К сожалению, в следующем розыгрыше нашим игрокам не удалось остро атаковать. Мяч был просто отыгран на половину площадки соперниц, в результате чего Ульяна Абрамович смогла неотразимо пробить. 21-23. Далее подача Костиной. Наша не самая опасная контратака. В отличие от доигровки Граднинчанок, очко заработала Лиза Качан. 21-24. Сетбол. Матчбол. И в завершении подача Влады Костины. 21-25-03. Победа коммунальника ГРГУ. Победа заслуженная, но непростая. Ну, не однозначно. Вроде бы выиграли, тренолли, радоваться должны быть. В принципе, мы это и делаем, но были некоторые напряжения в процессе игры. А второй партии, третья партия немножко так тоже заставляла думать о том, как сделать результат положительной в нашу пользу. Поэтому такой матч вроде бы и тренолли, и в то же время напряжение есть у него внутри команды. И у нас тоже. Один из лучших волейбольных белорусских тренеров Александр Ильич Климович. Еще вчера капитан, а сегодня наставница коммунальника Анжела Санна Швайковская. Импульсивный главком этой дружины Станислав Тадаюшевич Лисовский. Все они сработали на максимуме, дабы одержать победу в Мозре. И, конечно же, игроки, сплав опыта и молодости. Позволил коммунальнику «Гургу» в сезоне 2023-2024 быть одним из лидеров отечественного клубного волейбола. Конечно, команда молодая. Даже несмотря на то, что у нас присутствуют в команде молодые и также игроки с большим опытом, это просто невероятная среда, в которой можно реализоваться как уже более состоявшись в игроку, так и молодым можно подтянуться. Поэтому команда сформирована не просто так. У нас есть свои цели. Мы к ним четко идем уже, выполняем определенные задачи. Поэтому у нас один девиз – столько вперед. В чем сила грудненской команды, спросили мы у представительницы грудненского коммунальника 2007 года рождения. Мы просто очень сплоченный коллектив. У нас очень хорошие тренера, помогают нам во всем. И просто у нас все очень хорошо в команде. Понравилось ли Лере играть в Мозыре, играть с Мозырем? Конечно, понравилась. Команда очень активная, очень сильная, довольно эмоциональная. Все хорошо, впринципе. Впечатления прекрасные. Действительно, составы грудненского коммунальника в этом году – самый сильный за последние сезоны. Следовательно, притязания самые высокие. Да, у нас девочки очень хорошие. У нас подбор в этом году состоялся великолепный. Я считаю, что мы должны побороться за медали в этом году. И мы к этому идем, потому что мы очень много работаем. И у нас много индивидуальной работы. Анна Жафр, кажется, и не думает о завершении своей славной спортивной карьеры. И хоть в мае нашей собеседнице исполнится 36 лет, она по-прежнему вдохновлена волейболом. И готова играть в него без устали. Ну как в волейболе можно устать? Конечно, не устала. Я его люблю и стараюсь поделиться своим желанием, искрой и опытом с моими девчонками по команде. И вот поэтому, наверное, так и все и получается. Пример любви к волейболу, преданности родной команде и спортивности демонстрирует и наша следующая собеседница, которая накануне встречи лежала с высокой температурой. Но надо, значит надо. Хотя, конечно, ей и не негалах было, ух, как непросто вести игру. Ну, конечно, играть было нелегко, но я очень сильно хотела помочь своей команде. Я считаю, что борьба была хорошей, но нам немножечко не хватило. Нам за нашу игру не стыдно, но я думаю, что можно еще немножечко получше. Ну, а как оценивает эту встречу Лия Захаркевич, воспитанница с дюшер Мозорска НПЗ «Жемчужина» по лесу. Девушка 2008 года рождения. На самом деле играли достойно, так как соперник хорошо играл. Мы старались и, надеюсь, не подвели болельщиков. Что нужно делать с «Жемчужинком», чтобы не просто на равных соперничать с такой командой, как Гродненский коммунальник, а еще и побеждать ее? Я думаю, надо работать на тренировках и дальше больше. Лия волейболистка 2008 года рождения, как и Анастасия Дордаль, для которой нынешний сезон первый в профессиональном спорте. Конечно, волейбол уже другого уровня, намного выше. Я в нем участвую. Это очень приятно. Видно, что тренера постарались, что я оказалась здесь. И я уверена, что это будет не последняя моя игра. Как минимум до конца сезона я точно буду еще играть. Приятно видеть, как прогрессируют наши молодые «Жемчужинки» Настя Дордаль и три Екатерины. Ротного, Христенко, Чиховских, несомненно, выходят на новые уровни своего волейбольного развития. Ну, конечно, в свою победу мы также верили. Я считаю, что сегодняшняя игра была неплохой. Некоторые моменты были даже очень хороши. Немножко что-то не хватило. И я думаю, что мы еще будем много работать и еще покажем свой результат. С каждой игрой мы набираемся опыта. Наша игра становится даже слаженной, точнее, командой. И я думаю, что у нас еще все впереди. Что до нашего тренерского штаба, то первое интервью с Денисом Васильевичем Захаревичем. Ну, к сожалению, к этой игре вышли, скажем так, в неоптимальном составе. Там где-то были на протяжении недели и травмы, и болезни. Опять же, одного игрока чуть-чуть подкосило. Вот, поэтому, в принципе, состав был неоптимальный. А где-то по игре, да, скажу так, очень неплохо отыграли в защите. К сожалению, где-то в концовках, ну, нас Гродно перебило за счет опыта. Вот, а мы где-то не смогли сняться. Ну, тем не менее, ну, скажем так, со стороны игры я доволен, в принципе, приемом. Более-менее, наши девчонки справились, справились очень неплохо в защите. Где-то до первая-вторая партия, и неплохо цепляли Гродно блоком. Ну, а что хотел бы об этой игре сказать главный тренер «Шемчужнополесия» Петр Владимирович Пархимчиков? Я хочу сказать, что, конечно, нам сегодня не хватило одного крайнего нападающего, такого, который мог забить, где-то на себя потянуть, как говорится, одеяло. Вот, Яся Галлах, она, как бы, она больна, и на сегодняшний день, и молодец, конечно, и хочется сказать спасибо, что проявила характер. Помогала в трудную минуту. Ну, получается, для соперника была, ну, предсказуемая игра, скажем так. Они понимали, что нужно ставить блок в 4-3, и поэтому они, естественно, понимали, что нужно делать на блоке и в защите, и им от этого было проще. Потому что во второй зоне у нас стояла молодая Настя Дородаль, 2008 года, девочка. Вот, ну, естественно, как бы, у нее не хватает еще опыта где-то и до пола забить, где-то в нужную минуту, где-то и скинуть, где-то по блоку сыграть. Вот этого чуть не хватило. Также еще хотелось сегодня отметить и Катю Христенко, и Катю Ротнову. Девчонки потихонечку набирают обороты, и мне нравится то, что они выходят и помогают команде. То есть команда становится взаимозаменяемой. Ну, а что до других матчей 10-го тура, от отметим перенос встречи команд РГОР-2008 и Минчанка-2. Дерби – команд Брейской области, которая стала за Прибужье. Эта дружина лидирует в чемпионате по победам и набранным очкам. По очкам потерянным лидер – потенциальный лидер Гродненский коммунальник. Следом – одноклубники из Могилева. Наша же команда пока на шестом месте, но уже на этой неделе она может улучшить свое турнирное положение. В среду, 24 января, матчей тура, имеющего порядком номер 15, Минчанка-2 у себя дома принимает Гродненский коммунальник. А наша команда «Жемчужная полясь» отправляется в гости к Барановичскому «Атланту». Начало встречи в 6 часов вечера. Любопытно, но уже 25 января в четверг тур номер 1 – Минчанка-2 коммунальник «Горгу». Таким образом, команды остаются в Минске и получают сыграть встречу первого тура. И уже в субботу, 27 января, следующий тур, имеющий 13-й порядковый номер. В нем встречаются одноклубницы из Гродненского и Могилевского коммунальника. Минчанка-2 и «Атланта». Наконец, главный для нас поединок – это физкультурно-оздоровительный центр «Полесья-арена». Суббота, 27 января, «Жемчужная полясь» при Бужье. Начало встречи в 16 часов 30 минут. Не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья, не глядя на поражение, я не сомневаюсь, что вы довольны игрой нашей команды. И результат, он обязательно придет. Придет вслед за игрой, вслед за верой в себя и вслед за вашей поддержкой. Дорогие болельщики «Жемчужная полясья». На сегодня это все. С вами был волейбольный обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!